Территория, где ведется строительство жилого комплекса Курортный, является муниципальной собственностью, предоставленной в аренду для строительства. С момента передачи земельного участка по настоящее время платежи за пользование территорией в бюджет города не поступали. Кроме того, вследствие грубых нарушений правил организации строительства, с прошлого года здесь начались постоянные проблемы с оползнями. Участок действительно непростой, с каждым новым этажом ползла земля, а вместе с ней и вышестоящие дома. Другая проблема – постоянный разрыв магистрального водовода остается острым до сих пор. Застройщикам допущены отклонения параметров строительства. Вместо трехэтажных объектов выросли четырех- и даже шестиэтажные дома. К тому же располагались они в нарушении градостроительного плана. Прокуратура сегодня Краснодарского края в лице прокурора Краснодарского края Коржевика Алина Геннадьевича этим занималась. Их эксперты сделали заключение о том, что все, что там построено, является опасным. И сегодня по прокурорскому протесту все остановлено, и они отслеживают через службу судебных приставов. Аресты, запреты на строительство, суды и жирную точку в этих делах поставить можно. Администрация Сочи, учитывая интересы дольщиков, все же готова рассмотреть этот объект и предлагает застройщику выполнить три главных условия. Скорректировать проект, устранить все нарушения и провести государственную экспертизу. Первое, это прокуратура, там не опасно. Они сделали мероприятие, которое позволяет этот земельный участок считать не опасным. То есть подпорные стенки, заключение специалистов, что теперь этот участок, где построено 50 домов, он не ползет. Вы сделаете либо корректировку проекта, либо в новый проект. И мы готовы вам уже по новому проекту, прошедшему экспертизу, жестко прошедшему, потому что вопросы безопасности стоят на первом плане. Мы готовы рассмотреть и дать новое разрешение уже от корректированного проекта. При этом глава города потребовал решить вопрос семьей Верниченко, чей дом был разрушен в результате оползня, спровоцированного отвалом грунта. В прошлом году застройщик заключил соглашение с пострадавшими о предоставлении им нового жилья, но до сих пор оно не выполнено. Глава города поручил ускорить решение проблемы узаконивания за семьей потерпевших земельного участка, где находится их аварийный дом. В итоге это поможет получить потерпевшим новое домовладение. Нам больше нравится тот путь, который вы законно обрисовали. Пожалуйста, решите вот эту проблему, вот эту и вот эту. Получите новое разрешение. Я понял, спасибо. Новое разрешение, все. Узаконьте, сделайте экспертизу государственную, правильно ли мы сами обсуждали? Я еще не видел этого. Все. И снять этот вопрос. Нас вот этот путь очень устраивает. Последует ли застройщик по такому пути, этот вопрос волнует не только мэрию, но и в первую очередь стольщиков. Предложенной администрации Сочи решение – это возможность не остаться людям без денег и крыши над головой. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.